Да, она местная теперь уже, и это человек, который сам, кто не знает, она, когда мы с ней познакомились, мы с ней познакомились в интернете, она мой наставник, мой спонсор, я всегда горжусь этим, что мне Юля наставник является, и мне, что мне понравилось, в том, что, когда она пошла к своим окружению, 150 человек ей отказ сдали, 150 человек, и она пришла к мужу своему, да, и плакала, да, и он говорит, ты что из-за такого бизнеса-то плакала? Плачешь, короче, да? Ну, глупо, да? А она говорит, нет, и она пошла в интернет, и вот только благодаря тому ее принятому решению я сейчас здесь, и вы сегодня здесь, в моей команде, вы понимаете, одно решение, как может поменять судьбу ее и судьбу других, вы понимаете? Спасибо тебе большое за то, что ты являешься нашим лидером, который именно обучает нас онлайну, и расскажи о своих пяти качествах, которые, пяти навыков, которые привели тебя к такому результату. Спасибо. Ну, как настроение? Не уснули еще? Да, Слатанат, я правильно сказала, спасибо тебе большое. Я 150 контактов отработала, и из них, на самом деле, три моих знакомых зарегистрировались. То есть такая шикарная коммерсия произошла. Потом я пошла в интернет. Хорошо. Я, когда расскажу, наверное, историю, все мои знают, я расскажу о пяти, не то чтобы навыках, потому что навыки у нас у всех есть, лидерские, раз мы здесь уже на таких рангах находимся, а именно то, что, ну, как бы, какие действия нужно совершать, то, что я делала, то, что меня привело вот к тому, что я сейчас имею. Итак, самое первое. Я всегда говорю, что эти действия простые. Здесь нет ничего такого замудренного. Самое первое действие – это ежедневные, постоянные действия в достаточном количестве. А, и здесь еще нужно написать слово «прямые действия». Кто понимает, что такое прямые действия? Нет, смотрите, вот когда вы делаете, там, пишете пост, или, там, собираетесь, обучаетесь, вот как мы сейчас, это все что? Или, там, вы делаете, там, рекламу в интернете. Действия – это какие действия? Это действия потенциальные, которые, возможно, приведут вас к результату. А прямое действие какое? Проводить встречи, разговаривать с людьми. С какой целью? С целью дать им информацию. Вот это является прямым действием. Поэтому очень многие люди, вроде кажется, крутятся, как белка в колесе. Очень много делают, очень много обучаются, пишут много постов и занимаются вещами, которые имеют, может быть, потенциальную ценность. Ну, как сказала, вот, у нас Анастасия и Эрик Бори, да, потенциал – это такая самая дешевая вещь на свете. Поэтому самое первое, что нужно делать, даже если вы ничего не знаете, это делать прямые действия. Так вот, я делала каждый день, вот, я не знаю, если кто-то читал мою историю, я раньше очень много обучалась. Но, когда я пришла в Ингрузис, я каждый день делала 7-10 встреч, звонков, контактов, то есть, разговаривала с людьми. 7-10. И я так и рассказывала, и говорила, что я даже спать не ложилась, пока я вот не поговорю с 7-10 людьми. Вот такая вот у меня была цель. И, на самом деле, когда вы работаете, кто работал с холодными контактами? Поднимите руки. Легко? Нет. А? Нет. Ну, кому-то легко, да, кому-то тяжело. У меня просто выбора не было. И слава Богу, что так произошло, потому что действительно, ну, вы видите, да, какие пришли люди в команду. Ну, это было 7-10 контактов каждый день. И, ну, и, конечно же, с ними как нужно разговаривать? Лучше, если лицом к лицу. То есть, это либо по скайпу, видео, либо ватсап. Второе действие – это уметь поддерживать внутренний огонь. Поддерживать внутренний огонь. Вот это очень большая работа, на самом деле. Потому что, когда у вас спускаются руки, когда у вас что-то не получается. Я, у меня были такие моменты, когда я ложилась спать, и я просто рыдала в подушку. Вот каждый день. Особенно, когда я начала работать с холодными контактами. Я думаю, ну, почему люди такие? Вот они, они классные. Никто мне не сказал «нет». Вот никто не сказал «нет». Ну, очень мало таких. Но они все равно не доходили до регистрации. Почему? Потому что не было доверия. То есть, я же не выстраивала там сначала личный бренд какой-то. Или я же не была какой-то известной личностью, чтобы мне люди доверяли. То есть, все приходилось начинать с нуля. И я не понимала, что с ними нужно выстраивать контакт. Несколько касаний делать. Постоянно с ними быть на связи. И я просто каждый день плакала в подушку, рыдала. Да, меня муж успокаивал. Я уже все хотела и бизнес этот бросить. Но, что у меня... Как я поддерживала свой внутренний огонь, свою внутреннюю мотивацию? Есть мотивация «от», есть мотивация «к». На многих людей, в том числе на меня, действовала мотивация «от» лучше, чем мотивация к чему-то такому, там, заоблачному. Но, к сожалению, так большинство людей устроены. Мотивация «к» действует только на тех людей, которые уже когда-то зарабатывали очень большие деньги, либо были успешны, и они знают вот это вот состояние. Поэтому они хотят еще чего-то большего, и их это еще там больше мотивирует. А меня мотивировало больше то, что я рассказывала свою историю, что я когда-то маме своей пообещала, что мамочка, я сделаю все, чтобы вырваться из этого положения, в котором мы оказались. Но проходило время, 10-15 лет уже прошло, а ничего не происходило. То есть я работала там и на двух работах, и на трех было вот такое, но ничего не происходило. И вот сегодня Ольга говорила о негативных установках. Так вот, мне мама с детства говорила нам с сестрой, ну вот вы из такой семьи неблагополучной, как бы, и, ну вот ничего у вас не получится, ну что же за невезение в жизни, вот. А у тех, кто уже там год и замуж там удачно вышел, и квартиру купили. Она постоянно приводила в сравнение. У меня очень большая семья, потому что мамы в семье было 8 детей, и у меня очень много братьев, двоюродных, троюродных сестер. И все вроде бы такие устроены в жизни, да. И я на их ходе просто всегда была какой-то белой вороной. Но я никому не завидовала. И вот эта вот установка, которую мама мне говорила, что вот мы с такой семьей, у нас ничего не получится, несчастливые, она не сыграла, она наоборот сыграла со мной очень хорошую штуку. Поэтому я как бы не верю, вот, что, ну не на всех людей, по крайней мере, на меня не действовало. То есть мне наоборот хотелось доказать, что я, я разозлилась просто. Ну вот пришло время, когда я разозлилась, да сколько можно уже. Вот. И я просто делала действия. Поэтому внутренний огонь я поддерживала вот так. Вот я вспоминала то, что я помещала маме. И я мечтала всегда жить, когда мне мама говорила, вот смотри, вот уже, вот, а я сестра купила квартиру, брат купил квартиру, ну там, в кредит в ипотеку. А я человек незавидливый, я никогда никому не завидовала. То есть я хотела так, как я хотела. Я не, я не понимаю, что такое купить квартиру в ипотеку. Вот я с детства этого не понимала. Но чтобы вы знали, я даже мелочь такую, как там, как телефон, я никогда не покупала в ипотеку, даже если у меня не было денег. Вот было у меня 3 рубля, когда я получилась, значит, я шла по средствам. Было у меня в магазин 5 рублей. Значит, я вот приходила и думала, вот, что же мне купить? Масло, батон там или еще что-то, понимаете? Вот. И, ну, как бы тоже занимать, никогда не занимала и так далее. Так вот. И чем я еще поддерживала свой внутренний огонь? Это я хотела жить всегда на море. И я просто еще не знала, в какой стране. А потом, это я уже начала путешествовать в круизах, присматриваться, где бы мне комфортно было жить. Я просто смотрела недвижимость в разных странах на море. Вот я включала интернет вот этот вот. И давай, погнала. На рассылки поподписывалась в Телеграме. И вот они мне постоянно приходили. И я вот в те моменты, когда у меня руки опускались, все, я рыдала в подушку. Я маму вспоминала. И заходила вот на эти рассылки и смотрели, а что же мне там интересного прислали. Какие есть варианты. Вот. И это меня мотивировало. То есть это какая-то внутренняя работа, но в любом случае это очень сильно помогает на первоначальном этапе. Потому что вы же прекрасно понимаете, что на первоначальном этапе, ну вот кому легко это досталось? Поднимите руки, вот кому вот очень легко все это. Ну вот, ранг-маркетинг диэктора. Ну, Умрини Сапу, у нас просто уникальный человек. Да, за месяц давайте поаплодируем вам. Так, третий момент. Это я всегда говорю о чем? Молиться и трудиться, да? Знаете, есть такой лозунг у меня. Но здесь есть также нюансы. Молитва вообще без труда это попрошайничество. Понимаете? А труд без молитвы это самоуверенность. У меня там был пункт, очень важный. У меня на самом деле их много. Сейчас я один еще выберу. Да, смотрите. Кто знает главный секрет MLM бизнеса? Какой главный секрет? А? Главный секрет MLM бизнеса, это когда вы показываете все на собственном примере. Не когда вы очень крутой, учитель всех времен и народов. Всех поучите, обучаете, указываете, контролируете, организуете. Это, конечно, нужно делать, но вы не должны только этим заниматься. Может быть, когда вы станете борт-директором или там амбассадором, или исполнительным, вот вы будете заниматься уже такой работой. Но главный секрет MLM бизнеса, это когда вы показываете все на собственном примере, и вы закручиваете вот эту вот воротку, в которую к вам приходят люди, подобные вам, а то и лучше гораздо. Ну, как это может проявляться? Если вы работаете оффлайн, вы там собираете команду, проводите встречи, постоянно демонстрируете. Вот мне нравилось, как Салтанат работала. Она первое время пришла, я не понимала этих вещей. Я вижу, она пришла, она постоянно чаты там раскачивает. Вот там кто-то зарегистрировался, тут же поздравила. Круизы там все эти позбрасывала, встречи провела. То есть она показывала, что она делает. Не учила людей, вот делайте там то-то и то-то. Она на собственном примере показывала, как она проводит встречи каждый день. А вот мы там здесь в кафе сидим, проводим встречи. И люди, смотря на это, они как бы не задают лишних вопросов. Они понимают, что им нужно делать, потому что делает вот так вот их наставник. Вот, поэтому результаты у меня были не постфактум, что вот я сделаю, посмотрите, теперь меня поздравьте. То есть как бы вся ее команда знала, как она это сделала. Поэтому, когда вы это демонстрируете, показываете на собственном примере, в вашу воронку вот на эту энергию приходят люди, которые вас поддерживают. И которые сделают то же самое. Понимаете? И пятый секрет, четвертый главный секрет Майлайн бизнеса, я уже вам рассказала. Собственный пример. Да-да-да, видео. Собственный пример, четвертый, все окей. Собственный пример. Да, показывать пример или можете, что это главный секрет Майлайн бизнеса. То есть закручивать вот эту вот воронку активности, действий. И пятое, пятое, что это, это когда вы еще до, не верите ни во что, что вам говорят. Вот я не верила в то, что говорит мне мама. Вот заложила эту установку. Наоборот, меня это злило. То есть мне хотелось доказать обратное. Вы должны понимать, что вы не ассоциируете себя с вашим прошлым опытом. Вы и ваш прошлый опыт, это разные вещи. У меня раньше была череда постоянных неудач. У меня не было успешного опыта, на который бы я могла опереться и потом вот как бы взлететь, чтобы это было моими крыльями. Нет. Поэтому вы то, что вы сейчас делаете. И вы также можете давать предпосылку, как бы эти ситуации проигрывать. Вот как вы себя представляете. Очень хорошо. Вчера Гульнаса в этом тоже тренинг давала. Как вы себя видите, как вы себя представляете. Я вам просто хочу показать ролик, который я снимала за год до того, как пришла в Инкрузис. Давай. Давай. Всем привет. Настало время. Субтитры сделал DimaTorzok Моя философия – это моя истина. Выражая свою индивидуальность, я обретаю свободу. Меня зовут Чистова Юлия. В свои 29 лет я прошла путь от неуверенной девочки, которая в один момент чуть не сломалась, до трансформации в личность, предпринимателя, любимую жену и наставника. Сегодня мой стиль жизни – это свободный график, независимость от местных вхождений, путешествия, общения и сотрудничества с яркими талантами и амбициозными людьми. И еще с детства, больше всего на свете, я боялась обычной, скучной, серой и глупой жизни, в которой проживает большинство людей. И я не хочу в конце жизни осознать, что прожила я ее рожденом. Я хочу прожить в ее пившире. Проблема большинства людей в том, что они тратят свои деньги на еду, одежду и развлечения, но никак не в том, что сделает их лучше, конкурентоспособнее и умнее. И некоторые из вас уже знают, что жизнь менять всегда трудно, нелегко. Из-за этого нужно быть готовы обратить определенные цели. Многие любят жаловаться, но они хотят не ловить что-то в своем положении из-за страха одиночества и неудачи. А что с ними получится? Большинство людей даже боятся пробовать что-то из-за навязанности и оттепов общества и сложившихся по жизни страху и убеждения. Я тоже проходила через это и знаю, что на этом пути многие сталкиваются с неприятием, неодобрением, обманом и предательством. И в начале любого нового дела важно поверить в себя, а не слушать мнения других. Не всегда может получаться, но не сдавайтесь, пока не достигнете результата. Нужно продолжать двигаться дальше, даже если в себя никто не верит. Мы пришли в этот мир не просто так, и я глубоко убеждена, что цель жизни — это изменить мир в своем существовании и быть полезным для общества. Мои источники энергии — это вера в себя, большая мечта и постоянное обучение. Моя мечта — это вдохновить миллионы людей по всему миру на создание шедевра своей жизни, на постоянное развитие и самосовершенствование. Если женщина занимается бизнесом, это не значит, что она должна превращаться в мужчину. Дело, которое приносит деньги, должно быть любимым. Я люблю свое дело, я стою при этом женщиной. Трудности делают нас сильные люди. Я очень не жалею в своей жизни, но рада тому, что теперь она стала ярче и интереснее. Мне нравится то, что я делаю. Я совершенствую свое мышление, свой разум и сердце правильными принципами и знаниями. Сегодня я не боюсь принимать решения и действовать. Я иду навстречу своей мечте. Я иду сегодня, не завтра. Потому что сегодня — самый лучший день. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, знала ли я, что... Я, когда сняла этот ролик... Все же мои знакомые знали, как я живу вообще, чем я занимаюсь. Такая ли я на самом деле успешная, что я там снимала? Да. Ноутбук, ну вообще-то в студии было снято, ноутбук у друга взяла, потому что у меня не было такого. Ну то есть вот все. И могла ли я подумать, что вот через год я найду вот тот проект, тот инструмент, который поможет мне сделать то, что я вот там вот записала и себе намечтала. Но я уже себя вот так вот представляла, понимаете? Поэтому играйте, играйте эту роль, пока у вас не получится, проигрывайте вот это. И потом оно осуществится физической реальностью. Все, спасибо вам большое, я вас люблю.